Сегодня мы поговорим о истории пассажирских перевозок по АБИ и Иртышу и новинке навигации 2023 года в круизах на теплоходе «Северная сказка», а также о перегоне данного судна из Волжского бассейна по Беломоро-Балтийскому каналу и Северному морскому пути. Приветствую вас на канале «Круизы по России». Меня зовут Пётр Старков, и моя задача рассказать вам о прошлом, настоящем и будущем круизов в России. Для начала рассмотрим историю пассажирского туристического судоходства в Обертышском бассейне. Она началась с прихода двухпалубных пассажирских теплоходов, которые помимо транспортной функции выполняли и туристические рейсы. Началом туристического судоходства по АБИ и Иртышу будем считать 1986 год, когда в этот бассейн после постройки в Австрии пришел трехпалубный теплоход «Михаил Светлов», который проработал в данном регионе всего лишь одну навигацию, и затем был передан в Ленский бассейн. Наверняка многие из вас помнят название судна «Михаил Светлов». Мы с вами его уже встречали раньше. А слышали его мы в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Именно на теплоходе с таким именем путешествовал Семен Семенович Горбунков. Затем в начале 90-х годов под туристические цели был переоборудован двухпалубный теплоход 785 проекта «Римский Корсаков», который работал в Иртышском пароходстве. Уже в 2000-е годы западно-сибирское пароходство, которое базируется на АБИ, сделало модернизацию теплохода «Ремикс», который выполнял рейсы вплоть до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Стоит заметить, что в Иртышском бассейне сохранились и суда транспортной линии. Это теплоходы «Родина» и «Механик Калашников», которые выполняют транспортные рейсы. Когда судно движется по определенному маршруту, и вы можете приобрести билет из точки А в точку Б. Это один из немногих бассейнов, где в связи с труднодоступностью мест сохранились пассажирские перевозки. Мы переходим к главной теме нашего рассказа теплоходу «Северная сказка», который в августе 2022 года завершил навигацию в центральной части России. Закончив заключительный рейс пассажирами в Сосновце, теплоход законвертовали, то есть закрыли окна и иллюминаторы металлическими и деревянными щитами. Это необходимо для того, чтобы сохранить герметичность судна. В случае удара волны стекло не треснет, и вода не попадет внутрь теплохода. Пройдя заключительные шлюзы Беломорско-Балтийского канала, теплоход пошел под морским буксиром без экипажа по Северному морскому пути до Обской губы. Далее судно расконвертовали и подготовили к перегону собственным ходом. В дальнейшем теплоход совершил пробный рейс по Аби и Иртышу. Сейчас теплоход находится на зимнем отстое и готовится к приему первых туристов. На борту теплохода «Северная сказка» представлено несколько классов кают. Это двух- и одноместные каюты класса «Стандарт», двух- и одноместные каюты класса «Комфорт», которые впервые появятся в 2023 году, двухместные каюты класса «Полулюкс» старого образца, которые остались с предыдущих модернизаций теплохода, и двухместные каюты класса «Полулюкс» нового образца, которые появятся также в 2023 году. Также на теплоходе есть две каюты класса «Люкс». На борту представлены два ресторана. Первый находится на шлюпочной палубе, второй на главной. Панорамный салон в носовой части средней палубы, где вы можете почитать книгу и насладиться прекрасными пейзажами за бортом. В этом году в кормовой части средней палубы на месте бывшего музыкального салона появится мастер-салон, где будут проходить мастер-классы и выступления артистов. Также в 2023 году на шлюпочной палубе появится лаунж-бар. Маршруты круизов в 2023 году представлены двумя вариантами 11-дневных круизов. Первый вариант – это Сургут-Салехард-Ханты-Мансийск-Тобольск. Второй вариант – это обратный маршрут. Тобольск-Ханты-Мансийск-Салехард-Сургут. Если вы желаете приобрести круиз по Аби или Иртышу, вы можете оставить заявку на моем сайте. Ссылку вы найдете внизу под этим видео. Дамы и господа, если вы считаете это видео полезным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Это поможет узнать об уникальных круизах как можно большему числу людей. А теперь перейдем к традиционной рубрике, что можно порекомендовать взять с собой на борт. Во-первых, необходимо взять некоторую сумму наличных, так как круиз проходит по труднодоступным и малонаселенным местам. Также для защиты от насекомых рекомендую взять репелленты. Также по традиции рекомендую взять вечерние платья и парадные костюмы для проведения элегантных вечеров на борту теплохода. Напоминаю, что на реке всегда прохладнее, чем на суше, поэтому рекомендую вам взять с собой и теплую одежду. Круизы на теплоходе «Северная сказка» относятся к экспедиционным маршрутам в труднодоступные места. Это означает, что уклон в программе круиза будет сделан на знакомство с природой, а также на культуру и историю данной местности. Данные круизы будут сопровождаться не только подходом теплохода к причалу, но и высадками с помощью быстроходных лодок. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось, буду благодарен вам за лайки, подписку и комментарии под этим роликом. Если вы желаете приобрести круиз, то вы можете оставить заявку на моем сайте. Ссылка будет внизу под этим роликом.